1791 год, лето. Во Франции работает учредительное собрание, они заканчивают Конституцию, они долго ее обсуждали, примерно два с половиной года, в общем, оттачивали там все формулировки. В целом они думали, что вот примут Конституцию, начнется стабильный период. Почему они так тщательно так не относились и затягивались с принятием? Потому что они думали, что вот это вообще на века, что революция на этом закончится. В Париже определенная дестабилизация была, весной были крупные забастовки. Есть там колонии у Франции, в которых рабы. Вот эти рабы тоже начали восставать, там будет крупное восстание на Гаити, потому что вот до них дошло все про революцию, что всем дали права человека, а рабам не дали. 15 мая 1991 года учредительное собрание издало декрет, что мулаты, которые рождены от свободных отца и матери, они имеют права и могут выбирать в колониях какой-то парламент. Дело в том, что во всей Франции там идут выборы-перевыборы все это время. Все органы власти сделали выборными, которые ранее назначались. Там прям сплошные выборы и в 90-м, и в 91-м году муниципалитетов, там в том числе местной власти. А рабам прав не дали. Ну вот приняли компромиссное решение, что в принципе вот даже если он черной расы, но если он рожден от свободных отца и матери, то он может быть выборным. А рабство не отменили в 91-м году. Это потом якобинцы, конечно, сделают, об этом я еще расскажу. 14 июня издали закон Леша Пелье о полном запрещении объединения рабочих. То есть все-таки к власти пришли либералы, они считали любые забастовки, это покушение на свободу торговли. В то время либералы так это все дело объясняли, что вот на каких условиях договорились с предпринимателем, вот на таких и должны работать. Это свобода договора. Если тебя условия трудового договора не устраивает, иди нахуй. А забастовки устраивать и давить на предпринимателя, поменять условия договора после того, как он уже был заключен. Это кидалово. Ну то есть вот, допустим, заключили договор на покупку чего-то по одной цене, а потом, значит, продавец внезапно говорит, что будет только по другой цене продавать. Это кидалово. Но тут тоже получается, что рабочие продали свой труд на одних условиях, а потом они хотят на других условиях переиграть. То есть с точки зрения такого последовательного либерализма здесь рабочие покушаются на свободный рынок. Поэтому вот как бы для нас кажется, что право там на забастовку и прочее это к демократии относится, а они наоборот считали, что это относится к давлению на предпринимателя. И вот те же самые либералы, которые права человека прогласили, они приняли закон Лешепелье о запрещении всех запастовок и вообще объединения рабочих всех профсоюзов. И его подтвердили, между прочим, якобинцы. И, кстати, якобинец его и предложил. Это предложили левые либералы радикальные. Вот по вот этим соображениям, которые я привожу. То есть якобинцев нельзя ни в коем случае считать социалистами. В отношении рабочих они проводили вот такую политику. Они запрещали даже профсоюзы. Это именно радикальные либералы. Якобинцев надо сравнивать, не знаю, с Новодворской у нас. Вот такие это. Может быть с Немцова. Ну не знаю, с кем у нас сравнивать. Но это ни в коем случае не с Лениным их нужно сравнивать. Это именно демократы радикальные. 16 июня закрыли благотворительные мастерские для безработных. Тем временем у нас король решил устроить войну. Ну вот, как я уже говорил, буквально только что, воспринималось, что ситуация стабилизировалась после того, как король переехал, что они сейчас примут Конституцию и вообще революция закончена. Король изображал, что он будет теперь подчиняться парламенту. Вот что они ввели в стране новые порядки. Теперь будет конституционная монархия с лидерством парламента в стране, а король будет исполнительной власти. Вообще-то в 90-м году была годовщина взятия Бастилии, в которой участвовал король. Изображал полное единство с нацией. Радовался, что разрушили Бастилию. Король этот самый клялся в верности Конституции, которую скоро примут. И вообще изображалась вся революционера. На самом деле он жил в Париже во дворце, где его охранял Лафайет. Это вот силовик у революционеров. Он контролировал Национальную гвардию Парижа. Это основные были силы силовые. То есть я о чем? Был заключен определенный компромисс. Даже вот Дантон боялся его нарушить. Его не хотели нарушить даже левые. Все силы не хотели гражданской войны. Кто нарушил компромисс 1789 года? Правые. Его нарушил король, который именно хотел устроить гражданскую войну. То есть его это не устраивало. Дело в том, что потом всевозможные консерваторы рассуждали о зверствах французской революции. Но их бы не было, если бы не вот эти все деятельности короля по попытке организовать восстание против парламента. Если бы не деятельность всех этих эмигрантов за границей, которые позвали иностранцев. Ничего бы не было, даже войны не было. В Англии же бескровно произошла революция либеральная в 1688 году. Но и во Франции так же было. На это и рассчитывали. Целью, вообще говоря, либералов было сделать бескровную революцию по английскому образцу. Все, Англия будет конституционной монархией. Франция будет конституционной монархией. Ну, там будут расширенные права человека по сравнению с Англией даже. Как бы всем хорошо. Даже королю какое-то место в этой системе дали. Это король пизданулся. Король устроил кровавую войну, которая привела к дальнейшим ужасным последствиям. Поэтому уж не на левых французских надо ужасы французской революции взваливать, а конкретно на Людовика, которого за это, кстати, и казнили. За развязывание гражданской войны и иностранной интервенции. Ну, так вот, король недоволен был этим положением, потому что его насильственно привезли в Париж эти, когда баб туда созвали всех разъяренных. Поэтому он все время хотел бежать. Имелась крепость Мон-Меди, в которой был маркиз де Буе. На границе, на немецкой, в районе Саара, Мозеля и Меза, стояло крупное соединение. Маркиз де Буе уверял, что оно верно королю, что вот нужно бежать на немецкую границу, и там вот эти войска с границы потом повезти на Париж и сделать контрреволюционные перевороты. Ну, для этого понятно, что нужно было, чтобы был король во главе, так сказать, войск. Король, как и многие диктаторы, полагал, что в стране его любят, хотя в стране его ненавидели, как и всех диктаторов. Ну, вот народ простой и у нас, и во Франции, он склонен имитировать, так сказать, любовь к власти. Это вообще характерно для феодальных отношений, хотя на самом деле, конечно, он его ненавидел, как и все начальство и всех дворян вместе взятых. Имелся Миробо, о котором я говорил. Миробо был такой правый либерал, который изображал королю, что, так сказать, он за короля, изображал демократам, что он за демократов, короче, лавировал. Миробо длительно короля уверял, что ничего опасного, что они как бы разрулят все, король останется у власти. И вот этот Миробо, который был важнейшим таким звеном для стабильности, он умер 2 апреля 1991 года. После этого вот король уже, так сказать, потерял, он все надеялся, что Миробо все разрулит. Король решил пойти на обострение. Он боялся, что его они рано или поздно возьмут и порежут, потому что такие люди, как Марат и Дантон, несли в газетах радикальные вещи. Кроме того, разругались же с католической церковью, как я говорил, реформировали церковь, сделали там выборное духовенство, и за что их проклял всех Папа Римский. 18 апреля, значит, Пасху проводили уже по новой церкви. Фактически церковь французская отделилась с католической. Король не хотел в этом участвовать, потому что Папа Римский сказал, что нелегитимно, они, значит, ему не дали уехать. То есть король хотел уехать хотя бы на время Пасхи, чтобы не участвовать в богослужении, так сказать, не католическом теперь уже. И они все равно его не пустили. То есть уже были попытки сбежать. Ну и, в общем, да, позиция католической церкви на короля влияла, так он был католик. А католическая церковь сразу начала войну, тоже против революции. Они были против всех церковных реформ. Ну, все, значит, пошел побег. Они, кстати, бежали под... Изображали из себя русских, что якобы там какая-то русская баронесса уезжает. Маркиза де Турзель изображала баронессу, а король и королева изображали там слуг. Вот. Значит, 20 июня они из Парижа бежали, но они совершенно не соблюдали никакой конспирации. Людовик вылазил, там что-то болтал с крестьянами. Он туанет и там что-то по дороге со всеми тоже беседовала. Они их знали, потому что печатали же портреты их в газетах. И крестьяне начали распускать слухи, что король едет. На деньгах, на бумажных, печатали тоже короля. Вот. Значит, вроде как непонятно. Некоторые, говорят, там прямо хлопали. Насколько там народ поддерживал или не поддерживал, непонятно короля на тот момент. Но самое главное, что власти контролировались все-таки парламентом. Почтмейстер Жан-Батист Друэ узнал короля по его портрету, который печатали на деньгах. В результате отряд сторонников революции в городе Варен арестовал короля и его семью. В 50 километрах от вот этих войск, к которым они бежали. Но на самом деле непонятно, вот если бы они начали гражданскую войну, насколько там вообще сильные были войска и к чему бы привело. Это вот чистая авантюра у Людовика, бежать к какой-то армии непонятно какую, строить гражданскую войну. Ну и в общем она ничем тогда и не закончилась. Выяснилось, что настолько народ короля не поддерживает, что и 50 километров не доехало, они его сами и схватили. Значит, вернулся он в Париж, Лафаэд не знал, что делать. Получается, у него король сбежал. Они же все равно же короля как символ нации продвигали эти либералы. Кордильеры начали призывать к отречению короля и к республике. В результате учительное собрание решило короля как символ сохранить и заявило, что короля похитили, но все знали, что не похитили. То есть явно получилось, что парламент врет, чтобы сохранить это короля. Но фактически государственные преступления он хотел гражданскую войну начать, будучи официальным лицом. Не знаю, это все равно президент, если бежит из столицы куда-то там на границу, и там, так сказать, армию хочет против парламента вести, но это явно государственное преступление, явный заговор. Ну, в общем, вот это все дестабилизировало. Король после этого стал все надежды связывать с заграницей, что будет интервенция, и интервенция скоро началась. Ну и раскололись все либералы окончательно. Что касается европейских монархов, то они тоже поняли, что фактически король во Франции арестован, потому что они ему не дают даже из Парижа выехать. И это как бы может распространить революцию за пределы Франции, создает глобальную угрозу монархиям во всем мире, потому что Франция самая сильная страна Европы. Уже были революции, на самом деле, мелкие в Бельгии, в Нидерландах и в Швейцарии. Они были разбиты к 1991 году. И вот эти революционеры, разбитые в Нидерландах, которые пытались экспортировать революцию туда, они бежали во Францию. То есть во Франции имеется революционная эмиграция из других стран, тот же Клаоц, которые хотят сделать революцию в своих странах. А из Франции довольно много уже убежало аристократов, которые по всему миру призывают воевать с Францией, чтобы вернуть там все привилегии аристократов. Ну вот эта вот история бегства в арену, она во множественных фильмах имеется, много даже про это всяческих литературных произведений. Допустим, «Загадка Бомарше» Эдварда Радзинцинского, Александр Дюма тоже в романе «Графиня де Шерни» об этом пишет. То есть история известна и в романах, и в фильмах французских присутствует. Дальнейшие события называются «Расстрел на Марсовом поле». Значит, как я уже говорил, в принципе, уже в 90-м году раскололись либералы на правых и левых. Центром левых либералов был клуб кордильеров, и основные ораторы левых это были Тантон, Шамет, Кондарсе. Кондарсе даже предлагал дать права женщинам избирательные. Марат, друг народа. Они в основном опирались на клуб кордильеров. Клуб якобинцев был на самом деле общелиберальный. Даже Мирабо вообще-то туда входил, и Лафайет тоже входил. Клуб якобинцев скорее партия либералов была, а кордильеров – левых либералов. Но среди якобинцев были также и левые либералы. Вот так, потому что это была самая большая партия якобинцев, и уже тогда правящие. Клуб якобинцев имел много ответвлений в провинции. Вот теперь все это дело забегало. Первоначально они не понимали, что даже все это учительное собрание, правые либералы в учительном собрании не понимали, что делать с Людовиком. Людовик им поклялся, что он подпишет любую конституцию, какую они скажут. Они решили его реабилитировать перед Францией, потому что им был нужен он как символ, и они боялись дестабилизации. Кордильеры, группировка левых республиканцев, она развернула агитацию за то, чтобы король отрекся, чтобы они короля заставили отречься от престола, и многие кордильеры были за республику. С такой программой 16 июля кордильеры явились в Якобинский клуб. Отделение Якобинского клуба в провинции все выступили за республику. Вот как раз в июле, когда короля вернули, уже слова республика звучат во Франции впервые, хотя до того все боролись за конституционную монархию. Значит, 16 июля в парижском Якобинском клубе, который являлся основным центром правящей партии либеральной, произошел раскол на левых и правых. Правая часть, которая за короля решила заступиться, она вышла из клуба якобинцев и основала клуб фельянов. А клуб якобинцев с этой точки контролирует левые республиканцы. И вот с этой точки слова якобинцы и слово левые республиканцы означают одно и то же. Ну вот, значит, получилось, что среди всех левых кордильеров и большинства якобинцев есть согласие на республику. То есть те, которые вышли из клуба якобинцев, они были незначительные. Получилось, что большинство в партии за республику, в либеральной партии. А в учредительном собрании все-таки много было правых. И договориться они не могли. То есть разрушился компромисс определенный, который был еще в 89-м среди всех группировок заключен. Значит, 16 июля члены клуба кодильеров призвали собраться на Марсовом поле и там подписать петицию, где потребовать отречения короля, республики, переизбрания депутатов учительного собрания, раз они подписали за этого короля, упразднение имущественного ценза на выборах. Вот, кстати, левая часть программы какая. Допустим, на выборах в учительное собрание могли голосовать только богатые. А левые республиканцы, например, Дантон, требовали, чтобы были всеобщие выборы, чтобы бедные тоже все голосовали на выборах. И могли выдвигать своих депутатов, чтобы на основе равного всеобщего голосования избирался парламент. А реальные генеральные штаты же избирались по такой квоте, где там практически третье сословие, только самые богатые проходили, а в основном избирались дворян и попов. Вот реальные-то какие разногласия, допустим. Дантон требует, чтобы избирали из бедного населения, которое большинство Франции, чтобы они тоже все голосовали, своих депутатов туда давали. Ладно, вечером 15 июля состоялось совещание основных лидеров левых Дантона, Камина, Демлена, Брюна, Лапоя, где они приняли текст петиции, все-таки компромиссные, о том, что нужно требовать, чтобы Людовик отрекся от его короны и чтобы ему назначили преемника со стороны национального собрания. То есть они просто требовали тут отречения короля, но не про возглашение республики. Когда они эту петицию вытащили на Марсово поле, где народ собрался, выяснилось, что там уже большинство республиканцев, и там начали все кричать вообще пусть никакого короля не будет. То есть Дантон убедился, что хотя он какой-то компромисс заключал с правами, он не работает, то что большинство народа уже все за республику. Ну вот он с ними маленько поспорил, с народом 16 июля. В общем, пока все не могли договориться. 17 июля якобинцы в таких условиях, когда между них не было согласия, за республику они или за отречение короля решили вообще петиции не подавать. Тем временем на Марсовом поле кордильеры собрали все равно большую толпу, пока якобинцы не знали вообще, что делать. И там вообще какие-то левые республиканцы составили новый текст петиции. То есть вообще не Дантон, какие-то вообще не основные лидеры. Основные лидеры пытались договориться. А какие-то вылезли вообще там, какие-то неизвестные, Робер, Пейер, Вашар, Демуа, и написали, написали петицию, что Людовик совершил великое преступление, попытался развязать гражданскую войну. Необходим суд над этим Людовиком. Нужно принять его отречение, созвать новое учредительное собрание и вот и так далее. И организовать новую исполнительную власть. То есть в этом тексте было что-то про новую исполнительную власть, но ничего не было про сохранение монархии. И этот текст был явно написан республиканцами. Республиканцы начали митинговать на Марсовом поле, так как это вообще было не согласовано и какими политическими силами их начали разгонять. Явился, естественно, маркиз де Лафайет, который возглавлял силовые структуры и начал разгонять всю эту демонстрацию. Тем временем явились туда лидеры левых, которые внезапно еще больше поливили. Явился Дантон Камиль Димулен и устроили там драку. То есть они решили, что, видимо, настал час, раз народ поддерживает республику, прогласить республику. Произошла крупная драка на этом Марсовом поле. Ранее Дантон и Камиль Димулен вообще-то штурмовали Бастилию. Они призывали к штурму Бастилии и все получилось. На этот раз, видимо, они решили, что они призовут к республике и тоже все получится. Национальные гвардейцы стреляли там в толпу. 50 человек убито и сотни ранено было. И выяснилось, что все-таки ситуацию контролируют правые либералы столицы. То есть вот эти все попытки левых устроить переворот в пользу республики провалились. 18 июля учрительное собрание издало декрет о наказании этих всех мятежников. Но учрительное собрание избиралось по имущественному цензу. Там все-таки большинство было дворяне и попы. Как правильно говорил Дантон с Маратом. Они выражали интересы, естественно, богатых. Вот они подавили это восстание республиканцев. Начались репрессии. Якобинский клуб уже раскололся и обратно не вернулся. Якобинский клуб раскололся и возникла, так сказать, революционная партия якобинцев вполне. 200 человек арестовали по этому делу о восстании республиканцев. Камиль, Демулен, Лежандр и Сандрен куда-то скрылись вообще, в бегах были, на нелегальном положении. Дантон и Марат бежали в Англию. То есть, казалось бы, в июле были разгромлены полностью левые. Закрыли множество газет республиканских. И вроде как все получилось, но на самом деле ничего не получилось. Потому что на самом деле с этой точки Франция раскололась. Республиканцы стали неприменимыми. Вот после того, как в них стреляли, компромисс какой-то уже был невозможен с правыми либералами. А монархисты тоже ни на какой компромисс не шли. Монархисты хотели развязать войну гражданскую и по возможности организовать иностранную интервенцию. Все. То есть, хотя вроде бы как правые либералы сохранили свое устойчивое положение, позднейшие события показали, что страна уже раскололась и ничего не получится. Гражданская война неизбежна. Тем временем 27 августа 1791 года граф Дартуа и вся прочая эмиграция монархическая добились, что в саксонском замке Пильниц они собрали представителей от эмиграции имена графа Дартуа прусского короля и австрийского короля, которые приняли декларацию. То есть, французская эмиграция правая, она кричала о том, что короля арестовали, в Париже опять были бои, там выступили вообще республиканцы, король в опасности, в опасности вся монархическая система Европы. Если во Франции будет республика, то это поставит под вопрос легитимности всех прочих монархов, раз они там вообще против монархов. Ну и вот, под это дело эмигранты собрали конгресс. Австрийский и прусский король не хотели вмешиваться. Они считали, что это не опасно, это все равно все во Франции. Тем не менее, декларацию они приняли, что значит они поддерживают монархическое правление во Франции, если оно будет в опасности, то они примут самые действительные средства. То есть, ну в целом такая была мутная на самом деле. Декларация, однако, приготовление к войне начали. Это тоже все означает, что гражданская война прямо у ворот. 4 августа 1791 года подписались Систовский мир между Австрией и Турецкой империей. Но, как я уже говорил, под давлением Англии Австрия решила выйти из русско-турецкой войны, хотя русско-турецкая война шла очень хорошо. Австрийские и русские войска наступали, часто там совместно, кстати, австрийцы и русские действовали под командой Суворова, я уже рассказывал, нанесли ряд серьезных поражений туркам. Взяли австрийские войска Бухарест, Белград, Краево, то есть, наступали по Сербии, однако, все это дело Австрия решила сдать внезапно, фактически, она предала Россию. У России были планы наступления аж до Константинополя, и там освобождение Болгары, и всего такого прочего. Ну, в общем, уже 19 сентября 1790 года Австрия сепаратно заключила перемирие, и это вела войска, а 4 августа 1991 года заключила Систовский мир на основаниях статус-кво. То есть, все оккупированные Австрией земли возвращались с Турка, кроме крепости Хотин, которую собирались русским передавать, ну и все, в общем, в этом мере заключался. То есть, Австрия предала Россию, отвела войска как раз в разгар наступления. Несмотря на это, Турция была разгромлена полностью Россией к тому времени, и мир с Россией все равно, конечно, подпишет она с анексиями и контрибуциями в сторону России. Все равно Россия, конечно, все получит довольно много, но не все, что она хотела. Вот такие, в общем, выводы из этих событий лета 1791 года.